Школа не только здание, это прежде всего люди, которые в нем работают. Чтобы поздравить любимых педагогов с грядущим профессиональным праздником, в родную третью гимназию областного центра пришел мэр Владимир Шарыпов. Глава города посмотрел кабинеты, побеседовал со старшеклассниками, вспомнил, как сам сидел за партой. На встречу с бывшим учеником пришли учителя, которые уже вышли на пенсию. Лилия Глебовна Владимира Шарыпова учила географии. Рассказывает, будущего лидера разглядеть в ученике было просто. А характер виден сразу. Ребенок был непроблемный, спокойный, очень уравновешенный. Вопросы задавал толковые, ответы давал полные, объективные и вовремя отвечал. Интересный был мальчик, небольшого роста казалось нам, худенький, приятный и опрятно одетый. Владимир Шарыпов и сейчас на вопросы дает ответы полные, объективные и вовремя. В родной школе, рассказывает, бывает часто. Сюда, в подготовительный класс, водит свою дочь. По долгу службы старается помогать педагогическому составу, если требуется. Любимым предметом была история, ввела у меня историю Юферова Елена Александровна. Вот она сегодня на нашей встрече присутствует. И на работе в администрации она тоже у нас постоянно присутствует. А так, конечно, школьные годы одни из самых лучших лет в жизни человека, наверное, потому что там еще присутствует беззаботность, которая уже начинает проходить в то время, когда ты в высшем учебном заведении учишься. Учителя рассказывают, самым важным подарком накануне праздника для них становится вот такой визит в гости бывших учеников. И не обязательно тех, кто занят делами государственной важности. В День учителя педагоги всей страны ждут в гости тех, кого учили наукам и жизни. Рады будут всем. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.